Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре начала свою работу всероссийская ярмарка. О производителях и товарах на прилавках расскажут наши корреспонденты. Торжественная церемония инаугурации избранного губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева прошла сегодня в здании правительства региона. В ней принял участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На церемонию были приглашены парламентарии, представители общественных организаций, главы министерств и ведомств, крупных предприятий региона, а также муниципалитетов и районов области. Как прошла церемония, расскажем в нашем сюжете. На выборах губернатора Самарской области за Вячеслава Федорищева проголосовали более 1 миллиона избирателей. Это 79,5% голосов. Торжественная церемония инаугурации избранного губернатора, которая прошла в здании регионального правительства, началась со вступительного слова председателя избирательной комиссии Самарской области Вадима Михеева. Он поздравил Вячеслава Федорищева с победой на выборах и вручил удостоверение избранного губернатора. Постановлением избирательной комиссии Самарской области выборы губернатора Самарской области единогласно признаны состоявшимися и действительными. Протокол о результатах выборов подписан всеми членами областной избирательной комиссии без замечаний и особых мнений, что свидетельствует о том, что избирательная кампания прошла в русле неукоснительного соблюдения закона и равенства всех участников избирательного процесса. Вячеслав Федорищев принес торжественную присягу на верность народу Конституции Российской Федерации, уставу и законам Самарской области. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области. Председатель Самарской губернаторской думы Геннадий Котельников вручил избранному губернатору символ высшего должностного лица региона, знак губернатора Самарской области. Вячеслав Андреевич Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области. Первым после официального вступления в должность Вячеслава Федорищева поздравил полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил, что сегодня Самарская область это крупный индустриальный центр и большой рост произошел в этом году. Он пожелал дальше продолжать двигаться в этом направлении и обозначил сферы, на которые главе региона надо обратить особое внимание. В достижении национальных целей, определенных главой государства Владимир Владимирович Путином, основной ориентир. И первая из этих целей – укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. Главная задача в ближайшие пять лет – делать все, чтобы жизнь людей в регионе становилась лучше и комфортнее. Я уверен, Вячеслав Андреевич, что под вашим руководством Самарская область достигнет хороших результатов. Желаю вам успешной, эффективной, созидательной работы о Самарской области, стабильности и процветания. В завершении церемонии к собравшимся в зале почетным гостям и к жителям региона обратился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Я благодарю всех, кто принял участие в выборах. Вы поддержали то, что уже было сделано за три месяца – работа и курс, который нам предстоит пойти в ближайшие годы. Вы голосовали за процветание Самарской области. Вне зависимости от политических взглядов, у нас у всех общая цель – сильный регион. Для меня большая честь служить жителям Самарской области. Галина Топилина, события. Каким будет регион под руководством нового губернатора? Наши корреспонденты узнали мнение гостей церемонии. Удерживать лидирующие позиции как флагман научно-технического развития страны – одна задача, которая стоит перед избранным губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Специалисты сферы образования уже успели отметить чуткое внимание со стороны руководителя к решению вопросов отрасли, а также к реализации крупного проекта – создание межнационального межвузовского кампуса, который откроет огромные перспективы для молодых ученых. Задач в сфере образования и науки на самом деле очень много. Эта задача связана с тем, что мы должны привлечь в регион молодежь, должны ее закрепить и должны обеспечить, конечно же, нашу экономику кадрами, нашими выпускниками, выпускниками университета. В регионе будут развивать и полный цикл создания беспилотных авиационных систем. Для этого этапы изучения этой профессии уже внедряют в школах, а также создают новые рабочие места. Вячеслав Андреевич готов смотреть на наши инициативы, готов их поддерживать. В этом мы тоже убедились. И я думаю, что мы в свою очередь тоже оправдаем ожидания Самарского региона, в том, что мы будем надежным партнером и в бизнес-части, и в социальной сфере. Поэтому я думаю, всех нас ждет большой успех, и за пять лет мы достигнем большего. С первых дней работы в регионе Вячеслав Федорищев уделяет повышенное внимание реализации проектов для молодежи, открывая для юных умов и талантов широкие возможности для реализации. В целом, такой достаточно интенсивный темп работы был задан. Я уверена, что такой же темп и продолжится дальше. За эти три месяца, мне кажется, ни один житель Самарской области не остался в стороне от процесса подготовки программы социально-экономического развития нашего региона. Были выделены приоритетные направления. И для нас, как для молодых людей, было важно увидеть там себя в этой программе. Большие проекты будут реализованы и в других сферах – здравоохранение, ЖКХ, экология, спорт, туризм и культура. Это движение дальше, движение вперед. И, мне кажется, новые взгляды, новые подходы, они тоже очень будут на пользу всему региону и культуре в целом. Поздравляют с избранием нового губернатора и коллеги из других регионов. От всей души поздравляю вас с победой на выборах. Это заслуженная оценка ваших личных, профессиональных качеств и слаженной работы новой команды Самарской области. С этого дня начинается официальная работа по реализации стратегии развития региона на ближайшие пять лет под руководством Вячеслава Андреевича Федорищева. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Ситуацию, связанную с комплексным развитием территории Сухой Самарки, обсудили глава города Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн с жителями Кубышевского района. На встрече присутствовали представители застройщика. На 12 гектарах территории по улице Белорусской планируют построить детские сады и новые дома, распланировать зоны под школы и учреждения доп. образования. Жители беспокоит судьба зеленой зоны. Они опасаются, что часть деревьев будет вырублена. Подробности в нашем сюжете. Новые дома вместо деревянных бараков. Территорию в районе улиц Белорусской и Флотской в Кубышевском районе Самары планируют застроить. Жители, хоть и рады переменам, испытывают ряд опасений. К примеру, их беспокоит судьба зеленой зоны. Они боятся, что часть деревьев будет вырублена. Глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн встретились с активистами Кубышевского района, чтобы разобраться в ситуации. В мэрию были приглашены представители застройщика, природоохранной прокуратуры, а также профильных департаментов. Визуально мы видим это, что здесь не клюн, не кустарники и не болото. Ну и клюн, и кустарники, конечно, там тоже есть. Везде болото, вот мы видим здесь немножко. Уже 20-метровые деревья выросли в течение 10 лет, а вся остальная зона – это здесь и многовековые дубы, и осины высокие до 40 метров, и основная часть леса – это уже десятилетиями. Строительство планируется по программе комплексного развития территории. Застройщик должен построить не только жилье, но и социальные объекты. Согласно договору, он обязан возвести не менее 170 тысяч квадратных метров жилья. Из них порядка 10 тысяч квадратных метров предоставить для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Также застройщик должен капитально отремонтировать детский сад номер 311, рассчитанный на 140 мест, и построить новый на 170 мест, спроектировать территорию под строительство школы и досугового центра. При этом из 12 гектаров территории застраивать будут только 8. Изначально застройщик подошел достаточно, ну старался максимально, с учетом исходных данных, выданных для него департаментом до строительства, подойти максимально бережно. И даже то, как бы, недовольство отдельных жителей застройкой территории мы планировали организовать на одной треть территории, которая граничит непосредственно с лесом городским, парк птиц. Мы же не можем решать какую-то локальную проблему, не понимая ее в масштабе города в целом. У нас действительно проблема с зелеными насаждениями в городе. У нас действительно не хватает то, что называется легких. Поэтому понятно, что жители, я как бы, за то, чтобы как можно больше зелени осталось. На встречу жители высказали и другие опасения. Будет ли застройщик делать специальное обследование на наличие грунтовых вод, прежде чем начнет стройку? И будет ли решаться вопрос со строительством новой дороги? Ведь с появлением новых домов, а значит жителей, возросшие транспортные потоки создадут пробки при въезде в микрорайон. Развитие сухой Самарки необходим. Вопрос какой ценой и за счет чего. Решать одну проблему, создавая другую, недопустимо. Поэтому я за то, чтобы максимально сохранить зеленую зону – раз. Я за то, чтобы решить проблему транспортной доступности – два. И вопрос, значит, и за то, чтобы максимально социальную инфраструктуру там насыдить. Житель подали на застройщиков суд. На встрече было решено дождаться юридического решения. Если по закону не найдется веских оснований для того, чтобы запретить строительство, в районе будет реализовано комплексное развитие территории, при котором обязательно учтут мнение жителей, чтобы сохранить зеленые легкие сухой Самарки. Виктория Шара и Николай Пифанов. События. Строительство пожарного депо в поселке Шмидт обсудили на совещании в мэрии при участии главы города Елены Лапушкиной, депутата Госдумы Александра Хинштейна, представители профильных ведомств и МЧС России по Самарской области. Вопрос на повестке не первый год. Что мешает сдвинуть дело с мертвой точки? В нашем сюжете. Застройка в поселке Шмидт в Самаре плотная. В большинстве своем это деревянные дома. Возгорание одного из них может привести к крупному пожару. В этом поселке проживают почти 5000 жителей. Находятся три предприятия. При этом населенный пункт отрезан от города железной дорогой. Движение поездов там активное. По 200 составов в сутки. В случае пожара спецтехника может не успеть быстро добраться до очага возгорания. О необходимости строительства депо в самом поселке разговоры идут давно. Имеется и здание, в котором когда-то размещалась Почта России. Участок под ним для строительства депо готовы передать на баланс области. Но этого до сих пор не произошло. Ситуацию обсудили на совещании глава города Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители правительства области, МЧС, РЖД. Выяснилось, что Почта России провела работу по размежеванию земельного участка под строительство здания и отправила на утверждение Росимущество. Но там увидели проблему. Часть образуемого земельного участка, включая объект капитального строительства в виде дорожного покрытия дорожной площадки, проходит через него красной линией. С учетом потребностей по застройке данной территории, возможности мнения МЧС, нужно услышать, изменить границы образуемого земельного участка. Это, в принципе, все часть автобазы, но несколько границ подвинуть можно. Потому что здесь заходят на красные линии некритично, то есть нельзя сказать, что они там посередине участка проходят, они только краешками касаются. То есть это скорее формальная такая история. Пожалуйста, после сегодняшнего совещания вместе с экспертом вы едете к себе в Тероргут, вот там ему предъявляет эксперт все те замечания, которые у вас есть, а эксперт в течение кратчайшего срока за следующую неделю их устраняет и направляет новый. Сейчас на деревянный сектор. Сухое время, жара. И вот именно в этот момент, когда нужно будет туда въехать, значит, машина пожарная, в этот момент у вас будут идти составы, и вы их не остануете. А там каждая минута она минус до. Профильные структуры должны в течение двух недель привести документы в соответствие, после чего пройдет еще одно на этот раз выездное совещание. Депутат Госдумы обещал держать руку на пульсе. Виктория Шарой, Николай Пифанов, События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре на некоторых улицах закроют движение транспорта. Ограничения связаны с завершением работ по подготовке теплотрасс к отопительному сезону и восстановлением благоустройства на участках. С 6 утра 13 сентября до 21 сентября движение будет закрыто по улице Гастелло от дома 47 до улицы Старозагора. От дома 57 по Московскому шоссе до улицы Старозагора до 1 октября по улице Блюхера от дома 89 по улице Ивана Булкина до улицы Карбышева. По Измайловскому переулку от дома номер 2 до дома номер 23. По улице Нагорной от дома 86 по улице Нововокзальной до дома номер 23. От дома номер 47 по Ташкентскому переулку до улицы Пугачевской. По улице Пугачевской от дома номер 73А до дома номер 85А. Подробно с временными схемами организации движения можно ознакомиться на сайте городской администрации. В России зафиксировали новые возбудители коронавируса, способные обходить иммунитет. Речь идет о штаммах, которые входят в сублинию флирт. Их удельный вес за последние три недели вырос в 2,5 раза. Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти варианты активно инфицируют клетки, а благодаря новым мутациям организм не успевает произвести иммунный ответ. Для профилактики заболевания необходимо чаще мыть руки, проветривать помещение, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания, а также проходить вакцинацию. Минтруд разработал новые требования для работодателей по размещению, хранению и использованию аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим. Места для размещения и хранения аптечек должны быть в беспрепятственном доступе. Их нужно обозначать сигнальными цветами и знаками. Эти места можно указывать в том числе на стендах, в уголках по охране труда, на плане эвакуации при пожаре. Работодатель будет обязан следить за тем, чтобы аптечка пополнялась недостающими медицинскими изделиями. А сроки их годности были в норме. Новые требования вступят в силу с 1 марта 2025 года. Цифровой рубль станет частью платежной системы в России. Центробанк предложил поэтапное введение нового способа оплаты. С 1 июля 2025 года клиенты системно значимых банков смогут открывать и пополнять счета цифрового рубля, переводить такие деньги и принимать их в своей инфраструктуре. Еще через год обязанность предоставить эти возможности возникнет у других банков с универсальной лицензией. А в 2027 году к системе подключатся остальные кредитные организации. Оплата цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе национальной системы платежных карт. Цифровой рубль – это третья форма рубля наравне с наличной и безналичной. Он станет еще одним средством для платежей и переводов и не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссии и лимитов. Он позволит гражданам свободно расплачиваться и переводить цифровые рубли в пределах остатков средств на счете. Россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства. К такому выводу пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Почти половина опрошенных россиян рассказали, чтобы работать лучше, им нужна похвала и слова благодарности от руководства. Еще для 40% основным стимулом в работе является процесс самосовершенствования. Критика мотивирует только каждого 14-го – 7%. Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин. 48% против 32%. Больше всего нуждаются в похвале маркетологи и бухгалтеры. О том, что работа – это процесс самосовершенствования, чаще говорили юристы и секретари. В Самаре продолжается ремонт дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас идут работы во дворе дома 195-203 по улице Старозагора. Наша съемочная группа понаблюдала за процессом. Масштабное благоустройство двора развернулось возле домов номер 195-203 на улице Старозагора. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в настоящее время выполняются работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжих частях дорог, парковках и тротуарах. Специалисты уже выполнили демонтаж старых бортовых камней и заменили их на новые. Был выполнен комплекс работ, в состав которых входили устройства новых тротуаров, порядка 700 квадратных метров, ремонт старых тротуаров и непосредственно выходных групп в районе 560 квадратных метров. Был вскрыт старый деформированный существующий асфальт, замена основания частично с выборкой. Также в рамках федерального проекта специалисты провели работы по расширению проезда и увеличению парковочных карманов на 80 мест, чтобы машины больше не занимали внутриквартальные проезды и не заезжали на тротуары. После завершения всех работ приступят к озеленению устройств у газонов. Сам проект «Федеральная комфортная среда» он на поддержке инициатив населения. Сама инициатива населения и мы только начинаем его поддерживать и подсказывать, каким образом лучше и качественнее сделать ту или иную работу. Поэтому в данном случае сами жители заинтересованы в выполнении этих работ. И они знают, что дальнейшее содержание всего этого хозяйства возложено на их плечи. Кроме того, во дворе уже установили новую детскую площадку с резиновым покрытием, выполненную в двух цветах. Жители очень рады обновлениям и с нетерпением ждут завершения всех работ. Сделали, наверное, все, что можно было в этих условиях финансовых и вот в этих условиях наших очень немолодых дворов. Не было бордюров, ну дорог, можно сказать, тоже не было, были направления, потому что были ямы. Ну, детская площадка была, но она была очень немолодая, достаточно старая. Нам заменили, в общем-то, все и самое главное, нам положили асфальт. В Кировском районе Самары в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается шесть дворов в этом году. Кроме того, в рамках программы «Твой конструктор двора» уже завершили работы по благоустройству на 25 территориях, где уже установили новое игровое детское оборудование и провели озеленение. Четыре двора преображаются в рамках губернаторского проекта «Содействие». На двух из них уже планируется приемка работ. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. В столице региона открылась всероссийская ярмарка. На ней можно приобрести качественные продукты питания. Такие ярмарки проходят одновременно в 15 субъектах России. Об ассортименте товаров и сроках проведения ярмарки расскажет Полина Чулякова. Мясо, рыба, ягоды, мед, фрукты и овощи. Всероссийская ярмарка, которая начала свою работу в Самаре, щедро встречает покупателей разнообразным ассортиментом товаров. Регион стал одним из участников этого проекта, направленного на продвижение формата ярмарочной торговли с преобладанием фольклорного элемента, а также доведение до покупателя товаров российского и местного производства. Ярмарка организована Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и поддержана Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Всего на ярмарке работают 60 производителей. 10 мест традиционно бесплатно предоставляют пенсионерам. Эта ярмарка – замечательная возможность предоставить жителям региона получить все необходимые сельскохозяйственные продукты непосредственно от производителей, как региона, так и соседних регионов. Это непосредственно возможность получить свежую продукцию, получить консультации, характеристики данной продукции. Это очень удобно для жителей региона и, конечно же, выгодно самим предпринимателям, которые сегодня могут без посредников представить свой товар здесь, в нашей области. Всероссийская ярмарка – это не только сохранение культурных традиций и поддержка местных производителей, но и сохранение межрегиональных связей, поскольку на ней представлена продукция и из других регионов, где ярмарочная торговля сейчас активно продвигается. В этом году особенностью выставки является как раз большее количество продавцов и предпринимателей, а также сельхозпроизводителей, которые представляют свою продукцию из других регионов. Семья Гришиных приехала на ярмарку из Приволжья. Участвуют в таком масштабном сельскохозяйственном событии не впервые. Продают мясо, которое сами же и заготавливают. Сегодня на сельскохозяйственной ярмарке Екатерина Гришина работает вместе с дочерью. Мы очень признательны, потому что нас все узнают, все подходят, берут. Очень давно мы на ярмарке. Это возможность и людям рассказать о нас, и показать, и попробовать. Мы все даем пробовать продукцию, и, соответственно, прибавка новых клиентов. У нас большой рыбный цех в Самарской области по переработке рыбы, икры. На Самарских ярмарках я уже 18 лет принимаю участие. Мне очень нравится. Продукцию нашу все знают. Всероссийская ярмарка расположилась около музея Алабина. Она будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям до наступления холодов. Полина Чулякова, Сергей Бастин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Октябрьского района в своем телеграм-канале публикует результаты конкурса «Цветущий октябрьский район 2024». В нем представлены четыре номинации. Цветущий балкон, лучшая клумба-цветник, лучший цветущий двор, лучший цветочный арт-объект. По мнению организаторов, такой конкурс способен вдохновить еще больше жителей, преображать свои дворы и создавать атмосферу уюта и красоты вокруг. Администрация Ленинского района в своем телеграм-канале напоминает жителям о сроках регистрации на Всероссийский день бега Кросснации. Спортивное мероприятие пройдет 21 сентября на базе спортивной школы «Чайка» в поселке Управленческий. Участником соревнований может стать любой желающий, прошедший медосмотр и получивший допуск врача. Подать заявку на участие можно в личном кабинете через портал госуслуги до 19 сентября. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки городской администрации напоминает читателям, что осталась неделя до окончания приема заявок для участия в конкурсе на получение премии главы городского округа Самара «Мир равных возможностей». К участию приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18 лет, и зарегистрированные на территории Самары. Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность, литература и искусство, образование и наука, предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность, техническое и декоративно-прикладное творчество, физическая культура и спорт». Заявки принимаются до 20 сентября по адресу. Город Самара, улица Некрасовская, дом 63, 3 этаж, 19 кабинет. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары Гиса, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!